В сборнике Амиль Яротмалар вошли 54 уникальных сочинения на гагаузском языке. Автором произведений стала сотрудник научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич Мария Копущу. Работа над пособием велась на протяжении двух лет. Все темы связаны с теми произведениями, которые изучаются в лицеях, в гимназиях, с программным материалом. Очень удачно подобраны эпиграфы, цитаты, содержание сочинений очень красивое. И в конце делается вывод, тоже красивый, обобщается весь материал, который даётся в этом сочинении. Книга систематизирует знания по написанию учениками и студентами сочинений на уроках гагаузского языка и литературы. Идея написания методического пособия для учащихся основывается на обучающем материале, который преподается в учебных заведениях гагаузии. Здесь Мария Ивановна собрала очень много материала, и она поможет как учителям, так и ученикам реализоваться, писать, научиться писать грамотно сочинение на гагаузском языке. Светлана Тодорова 23 года работает преподавателем гагаузского языка и литературы в лицее имени Бориса Янакогла, села Копчак. Она отметила, что из года в год количество методических пособий, которые помогают в преподавании и в обучении, увеличивается. Первый сборник на гагаузском языке, который может, даёт возможность детям писать красивые сочинения на родном языке, где используются и эпиграфы, и цитаты из произведений. Там можно увидеть почти все произведения лицейской программы. Дети рады, мы тоже. Преподаватель начальных классов подчеркнула, что данный сборник станет хорошим подспорьем для написания сочинения на разную тематику, не только для лицейских классов, но и для малышей. Это большой стимул для детей, пускай он будет для старшеклассников, но ребёнок, который сможет прочитать, он сможет выбрать самое главное и для начальных классов. Мы надеемся, что в дальнейшем издадут и сборник для начальных классов, сборник диктантов, сборник сочинений. Это большой стимул, большой толчок для наших деток. Лицеисты уже ознакомились со сборником сочинений Киамиль Яратмалар. Ученица 12 класса Алена Юсюмбеля уже неоднократно обращалась к методическому пособию при написании домашнего задания на родном языке. Я считаю, что этот сборник очень важен для нас, лицеистов, для изучения нашего родного языка. Он облегчит нам работу при подготовке к БАКу. Книги были переданы учебным заведениям Гагаузи. Ознакомиться с содержанием можно на сайте научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артём Топал, ГРТ Новости.